Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы стараемся говорить самыми простыми словами о нашей православной вере, но вот сегодня разговор будет очень на сложную тему, на тему, об которую спотыкались множество людей. Кто-то оказался безнадежно за бортом церкви, таковых мы называем еретиками. И в то же время этот вопрос до сих пор стоит очень остро для многих людей, которые хотят сделать первый шаг в сторону церкви, но сил каких-то причин не могут, потому что не могут понять вообще, кто такой Бог, во что я верую, в кого я верую и кому я должен верить. Потому что вопрос веры — это не только веры в Бога, но и веры Богу. А это значит, предполагается некая тотальная доверительность в отношениях. И вот об этом, обо всем мы сегодня, ну, насколько нам позволит время нашей передачи, поговорим с нашим гостем, философом, психологом Георгием Смирновым. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте, Семенович. Да ну вот, в общем-то, я уже первый вопрос ты и задал. Кто такой Бог, особенно в контексте христианской парадигмы? Вот в прошлой нашей беседе мы говорили о человеческой личности. И здесь вот сейчас стоит обратить вот на что внимание. Дело в том, что сама идея, что человек — это личность, и само понимание себя как личности, сама возможность обсуждать эту тему или стараться как-то ее в жизни воплотить, да, это, на самом деле, это результат христианского понимания Бога. Удивительно, но античный человек себя личностью-то и не осознавал. Для нас это вообще, мы не можем это представить себе, нам трудно это подумать, но это так. Хотя, на самом деле, на самом деле, человек всегда был личностью. Всегда. Знаете, вот даже если мы возьмем самые древнейшие, например, египетские, древнейшие египетские письмена, которые нам только известны вообще в науке, самые древние, что это такое? Это просто имена для поминовения. Причем эти имена находятся не там. Да, это имена, конечно, фараонов, вельмож. Мы не всегда можем найти могилы простых древних римлян, простолюдинов, потому что они не сохранились. А вот эти монументальные гробницы сохранились. Причем эти имена записаны не для поминовения родственниками. Они лежат, эти надписи выбиты в тех местах, куда человек не подразумевал, что он когда-нибудь попадет. В полностью закрытых от глаз. И лежат написаны или положены плиты или надписи на стенах там с именами. В Египте даже еще, что называется, круче. Там фаюмские вот эти вот портреты. Но это уже позже. Позже, но в том числе. Да, кстати, это хорошее. Чтобы лицом к лицу произошла встреча. Да. И мы видим, что на самом деле человек, а это ведь имя, это ведь показатель, что это потребность, чтобы это имя, а значит и сама личность этого человека, без какого-то, может быть, определения богословского. Но само действие древнего человека, оно показывало, что... Что, послушайте, а цветы на захоронении неандертальца. Ведь это был... Ведь неандертальцы, это не просто были выброшенные. Уже сегодня все соглашают, что это люди, собственно. А не какой-то промежуточный этап. Другие, но люди. Это же не просто выброшенное или закопанное, чтобы по гигиеническим причинам. Если, как говорили нам в учебниках в школе, если закапывают по причинам гигиены, чтобы не было запаха, зловония, отравления, цветы не кладут. Знаете, на неандертальских захоронениях найдены на груди, они усыпаны пыльцой цветов. О чем это говорит? Знаете, люди всегда... Человек всегда был личностью. Но до церкви, до христианства, до Христа вот это осознание личностного измерения и личностной глубины человека означает и бесконечные ценности человека. То есть один человек ценнее всей оставшейся вселенной. И каждый так вот один ценнее всей вселенной. Нету... Понимаете? Нету... Не было такого осознания. Человек воспринимался все равно... Ну, посмотрите на римские статуи. Они римские, античные все. Древнегреческие, древнеримские. Мы видим человека, его красоту, его тело, но личности в лице нету. Красота есть. Кстати, вот в этом отношении египтяне продвинулись дальше. Вот фаюмский портрет, который вы назвали. И я считаю, это, кстати, одна из причин, почему именно древний Египет, он воспринял христианство... Мы знаем, что первое... Как государственная религия в Армении, по-моему, да? Или, может, еще где-то. Но как национальное принятие христианства, вообще-то, произошло в Египте. Именно не верхи, а массы, народ. Вот именно это... Потому что они родное что-то увидели, что-то родное. Но это другая тема, на самом деле. Вот. Но христианство дало человеку именно вот новое личностное измерение. Как? Через новое понимание Бога. И в первую очередь, это понимание Бога, как Пресвятой Троицы. Как Пресвятой Троицы. Потому что, оказывается, в самом Боге, в самом Боге, мы находим три лица. Отца, Сына и Святого Духа. И церкви много веков потребовалось, чтобы вот это осмыслять. Люди не сразу это могли сформулировать, они сразу могли иметь это в опыте своем. Сразу. В опыте богообщения. Но века требовалось, чтобы это сформулировать. Потому что, собственно, философ, мыслитель, богослов, он формулирует. Но не только свой опыт, но и чужой опыт также. Но простой подвижник, анахарет, отшельник или семьянин благочестивый может иметь опыт богообщения и имел его. И с Пресвятой Троицей. И вот тут вот, как раз в этом познании Бога, как Троицы, и обнаруживается, находит человек личностное измерение сначала в Боге, а потом открывает его в себе, как в Божьем образе и подобии. Что такое личность Отца, Сына и Святого Духа? Почему именно, во-первых, для описания личностей внутри Троичных были взяты именно эти термины? Я так предположу, что поскольку речь идет о нашем языке, то нужны какие-то слова, которые человек может как-то осмысленно произносить. Дело вот в чем. Мы можем говорить только о тех вещах, которые нам даны в опыте. Наш опыт начинается очень сильно связан с опытом пространства и времени. И поэтому все наши слова имеют такие лимиты, такие границы. Когда у человека формируется речь, она формируется в условиях, в ситуации конечных величин, пространственных и временных. А Бог, Он вечен, Он бесконечен. Бог — это не просто вещь или мир, или там бытие. Это сверхбытие. Бог вне тех лимитов, в которых мы живем в творении, в пространстве времени. Поэтому нам по-любому, в любом случае приходится использовать слова, которые мы берем из пространственного временного измерения. И ими символически обозначать вещи, которые невыразимы словами. Это сложность богословия. Даже не философия, а именно богословия. Но и философия в какой-то мере. И вот пытаясь назвать неназываемое сам Христос, Он предлагает нам эти слова. которые, видимо, лучше всего подходят. Это первое, что мы говорим о словах, именующих Отца, Сына и Святого Духа. Второе. Второе. Нужно понимать, что это имена. Вот и тут мы как раз сталкиваемся с ситуацией, когда мы не просто описываем. Например, как индивидуумы мы можем себя описывать. У нас есть паспортные данные. Мы говорим о человеке. Он там... А, это вот тот человек, который родился там-то, там-то. У него папа такой-то, мама такая-то. Он работает тем-то. И у него там столько-то детей. И он носит вот часто такой-то вот костюм. Да, это он. Мы опознали. Но в данном случае мы говорим об именах. Но иногда мы говорим, это, например, Евгений, там, или Андрей, или Ольга. И вот мы никаких признаков не называем, но понятно, что за именем вот все это стоит. Все, 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 вся целостность этой личности. Вот так же и, наверное, с Пресвятой Троицей. Он... Мы можем Бога описывать, но удивительно вот что. Когда мы его описываем, он благой, святой, всемогущий, премудрый, долготерпеливый и так далее, и так далее, и так далее. Это относится и к Отцу, и к Сыну, и к Святому Духу. То есть мы не находим никаких... Ниаких лиц. Это то, что в символе веры названо термином «единосущие». Да, совершенно верно. Природа Бога, единосущный. И поэтому, когда мы говорим «Отец», мы все это подразумеваем, но и нечто иное еще. Когда мы говорим «Сын», мы тоже все качества Бога подразумеваем, но при этом еще и нечто иное. Когда мы говорим «Дух Святой», то же самое. Это имена, которые указывают нас по природе, по сущности, Бог един. Но когда мы говорим о именах, мы говорим о лицах. Кстати, сразу немножко будем с неба на землю спускаться, и из мысли о Троице к человеку возвращаться. Вот смотрите, часто мы говорим про, например, преподобного Сергия, что вот идея Троицы для него важна была. И мы говорим, что идея Троицы, это как бы со знаменем Троицы, мы видим в нем некого духовного собирателя русских земель. Но опять же, что под этим подразумевается? Это не просто собирание под единочалием Москвы, а в первую очередь это собирание в контексте братолюбия. Вот мы люди на самом деле по большому счету тоже одно человеческое тело. Один Адам. Вы знаете, кто знает себя, тот знает всех остальных. В нас все одинаково. Кроме личности. Природа у нас одна. У нас одинаковая природа у людей. Мы просто... Но мы себя ощущаем очень разделенными из-за грехопадения. Это вот что-то подобное у Бога. Но только там нет никакого разделения между этими лицами. Вот эти... Нужно важно понять, что это имена. Когда мы говорим отец, это не свойство, не описание его природы. Природа абсолютно одинаковая у отца, сына и духства. Это его имя. Почему важна эта поправка? Ведь мы, когда говорим отец о ком-то, мы не имя называем у человека. Мы называем его, например, отец. Его социальный статус некий. Что он отец в семье. У него есть жена, значит, от которой он родил... Которая родила ему детей неких каких-то, да? Вот мы вот это... Но как имя мы еще не знаем. Но когда мы говорим о Боге, отец, мы называем его имя. То есть, поэтому отец употребляется в контексте Пресвятой Троицы не так же, как употребляет. Слово взято наше, потому что мы не можем других слов взять, кроме как известных нам. Но мы его по-другому совершенно переосмысливаем и применяем к Богу. Говоря, что он отец, мы называем его имя. И Христос сказал, я открыл вам имя отца. Вот. То есть, это ни в коем случае, ни какие-то социальные функции, социальные роли. Это именно его имя. И когда мы говорим об отце, мы говорим о имени. Когда говорим о сыне, говорим об имени и о Духе Святом, о имени. Но что значит отец? Это значит нерожденный. Что значит сын? Это значит рожденный от отца. А что значит Дух Святой? Это значит исходящий от отца. Вот когда мы добавляем, что отец нерожденный, сын рожденный от отца, дух исходящий от отца, мы продолжаем именовать. Просто мы эти имена немножко расшифровываем. Мы их немножко раскрываем. Это развертывание того же имени. Действительно, сын, он потому и сын, что он рожден от отца. Отец, он нерожден. А Дух, он исходит. И это для нас тоже образ понятен. Когда мы... Ведь сын еще называется словом. Когда мы произносим слово человек, при этом и дыхание исходит. Поэтому, когда человек... Дух, собственно, слово Дух в греческом есть ветер, дыхание. Вообще все глубокие слова какие-то в богословии, они взяты из простых человеческих понятий простого существования, на самом деле. Обыденности. Оттуда все взято. И получается, что у нас и отец, который рождает сына, и который изводит духа. Сын, который исходит от отца, и дух, который... Сын, который рождается от отца, и дух, который исходит от отца. И здесь, в данном случае, рационально объяснить, я считаю... Хотя попытки делаются. Философ Соловьёв делал неплохие попытки. Но они не нужны. Это вопрос веры. Они не нужны. Можно это красиво, рационально объяснять, но не доказать. И более того, я думаю, исторически большой ошибкой догмата Пресвятой Троицы пытаться установить... И это вот как раз ошибка, ошибочный путь был избран в контексте западной цивилизации в рамках католицизма. Когда попытка доказать не только бытие Бога, но и саму Троицу обосновать рационально и утвердить на человеческом рассудке, на человеческой логике. Здесь возникает очень большая опасность, потому что как только мы откровение... Ведь как только мы откровение о Пресвятой Троице пытаемся поставить на фундамент рассудка, то мы делаем рассудок первичнее откровения. Вот что мы делаем. Основательнее откровение. И точка отчета. И точка отчета. И следующий шаг у нас уже, ну, скажем так, дальше признать только то понимание Бога истинным, которое поддается рассудочному объяснению, силлогизмам логики. А следующий шаг, последующий дальше, вообще отказаться от бытия Бога и остаться с одним рассудком. Здесь личностные измерения теряем мы. Катастрофически теряем. Вот неудивительно здесь вот... Это первое, что мы видим, что произошло в католическом богословии. Попытка, успешная попытка поставить в основание откровение, человеческий рассудок. Вот. И эта попытка, она имела плохие последствия, собственно, и возникновение того светского общества. Ведь люди никогда не жили, вообще в истории не жили в условиях светского общества. И вот удивительно, батюшка, для меня это удивительно. Именно когда самое полное откровение о Боге было дано. Возможность самого полного опыта жизни с Богом. Опыта, скажем так, сверхъестественной жизни. Жизни в личностном измерении. Именно тогда люди использовали эту возможность, почувствовав свое величие, чтобы, ну как мы говорили, что свободу можно по-разному использовать, чтобы утвердить свой рассудок как основу основ и построить совершенно безбожное общество. Удивительно, что самое безбожное общество было создано при самой совершенной религии. Потому что, а я объясню почему, потому что эта самая совершенная религия, она давала человеку самую совершенную свободу. Избирать. И люди могли выбрать. И поэтому вариант выбора жизни совершенно без Бога, немыслимый всем поколениям наших предков во всех культурах и цивилизациях, он был реализован на практике фактически вот в такой ситуации. Это лишь говорит, для меня это говорит вот о чем. Насколько Бог, он человека ценит, даже зная, и его вклюв, а значит и свободу человека, даже зная, что он может этой свободой использоваться, воспользоваться, чтобы от Бога отвернуться. Даже такое решение Бог уважает. И вот такого Бога с таким отношением к нам, с такой любовью, и когда он так уважает. Ведь если человек делает, мы привыкли, если человек делает что-то не по-нашему, как мы сразу реагируем? Мы сразу чувствуем дискомфорт, мы хотим его подправить, чтобы все было по-нашему. А Бог может продолжать нас принимать, любить, ценить, уважать. Как мне сразу песню Юрия Шевчука «Бог нас уважает». И это правда, вот это правда. И он может нас уважать вот так вот, зная, что мы можем от него отвернуться. И вот такие взаимоотношения с Богом, взаимоотношения любви и доверия, они и пришли к человеку из Пресвятой Троицы. Прежде всего, вот такие взаимоотношения между личностями Троицы, взаимоотношения любви. Когда Христос говорит «Моя пища — это творить волю Отца», его никто не заставляет творить волю Отца Божьего Сына. Но Он говорит «Это моя пища». Не в том смысле, что это необходимо, вот как мы, если голодны, нас необходимость заставляет. А в том смысле, вот для Него слова «это моя пища» он, скажем так, немножко нехорошо, но скажу так, Он заставляем или движим любовью к Отцу, отвечая на Его любовь к себе. Вот такие взаимоотношения у Отца, Сына и Святого Духа в Пресвятой Троице. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. И понятное дело, что тема настолько необъятная, что запихнуть разговор об Абсолюте в 25 минут передачи, ну это просто не мыслимо. Наша задача была вызвать интерес, услышать, чтобы они начали думать и читать. И вообще, в принципе, да, поставить этот вопрос где-то в приоритете. Вот, на что бы мне вот хотелось бы обратить внимание, резюмируя уже вот наш цикл встреч, цикл бесед. Во-первых, для чего мы, в принципе, посвятили, как кажется, несколько даже схоластической такой теме, вот, время, да. Попытались мы вот схоластично какие-то вещи даже поопределять. Ну, слава Богу, от схоластики мы ушли. Для чего вообще мы, так важно теоретизировать о Боге, вот, в этом ключе. Как будто бы разговор ни о чем, кажется, может показаться со стороны. Но, на мой взгляд, вот вопрос-то весь в том, что наша вера должна зиждеться на духовной жизни, то есть на живом общении с живым Богом. И это отношение рождаться будет только тогда, когда мы осознаем себя личностями и когда Господь осознаваем нами именно как личность. Потому что личность, мне кажется, это определенная граница, где, собственно, на размыкании этих двух границ происходит вот эта встреча. Поэтому я очень надеюсь, возлюбленный во Христе, что вот этот вот не совсем простой разговор о вере, он был вам интересен и был полезен. Мыслите правильно, потому что, как говорил преподобный Максим Исповедник, кто неправильно исповедует, тот неправильно и молится, то есть тот неправильно и соотносится с Господом Богом. До скорых встреч, храни всех вас Господь, спасибо за внимание, что были с нами. Субтитры создавал DimaTorzok